Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию дизайн, в котором мы ничего не будем рисовать, а воспользуемся замечательной техникой стемпинг. Возьмем в работу немножко пасты, немножко краски лаковой для стемпинга, возьмем немножко декораций и сделаем вот такую красивую летнюю композицию. Можно сделать в любом цвете, но я вам предлагаю сделать вот, например, вот так, в красненьком цвете. И для основы мы возьмем, конечно же, гель-лак номер 001. Ну, то есть для основы мы возьмем с вами белый цвет. Это может быть белый гель-лак, это может быть краска гелевая. Итак, на подготовленную поверхность выполняем покрытие белым гель-лаком либо белой гелевой краской. Ну и как обычные гель-лаки будем сушить в лампе в течение 30 секунд. Сушим 30 секунд. С помощью обезжиривателя вытираем липкий слой с поверхности просушенного гель-лака. Для дальнего фона мы сделаем наш первый отпечаток с помощью эмпасты. Ну, а в работу мы возьмем с вами пластинку вот с такими вот цветочками, веточками, проживами и так далее. Ну, нас будет интересовать, вот, например, вот эта часть цветочная тема. Так, пластину приготовили. Так, теперь эмпаста. Предлагаю взять, но так как мы определили, что будем делать дизайн с красным цветом, да, вот красная у нас лаковая красочка для отпечатывания. Можно совместить с каким-нибудь кирпичного цвета эмпасту, можно что-то розовенькое взять. Ну, я, например, возьму вот такого цвета эмпасту. Смотрите. Эмпаста – это гелевая краска без остаточной липкости. Перед началом работы, конечно же, ее нужно перемешать, потому что отделяется липкая фракция. Пусть вас это не пугает, если вдруг они у вас, эмпаста имеется в виду, где-то стояли долгое время в закрытом виде, как бы открываете, а там вот эта фракция, ее нужно просто перемешать. Так, эмпаста у нас с вами есть. Так, и как раз-таки для заднего плана, для заднего фона, для дальнего плана, скажем так, сделаем пару отпечатков с помощью эмпасты. Можно, в принципе, взять и выложить эмпасту с помощью апельсиновой палочки, хорошенечко заполнив всю поверхность нашей пластины. Я бы даже воспользовалась, например, кисточкой для того, чтобы хорошенечко-хорошенечко эмпаста заполнила все пустоты, вот в рисунке вырезанном. Так, ну и подготовив штамп, так, убираем ненужные с пластинки, ну я думаю, это техника всем, конечно же, известна. Убираем лишние. Это эмпаста, это не лак, не краска на лаковой основе, поэтому, в принципе, можно, как бы, даже немножечко потянуть время, не бояться, что что-то не отпечатается, потому что эмпаста не может заполимеризоваться, пока она не попадет в лампу. Так, есть у нас цветочек, и мне хочется убрать лишнее. Хочу, чтобы работа была чистой, поэтому те элементы, которые отпечатались, они мне не нужны, можно просто аккуратненько убрать с помощью либо влажной салфетки, либо салфетки, смоченной в обезжириватель. И мы с вами поставим первый отпечаток. Он у нас будет как раз-таки на дальнем плане, и будет вот здесь вот внизу, аккуратненько, через ноготочек буду, вот так, вернее, через... Оп! Отпечатали эмпасту, и, конечно же, эмпасту сушим в лампе. Пластинку можно не вытирать, потому как это эмпаста, да, и ничего не будет, если вы просто возьмете и добавите чуть-чуть эмпасты вот сюда же, на это же место. Очень удобно. Убираем все, что нам, на наш взгляд, кажется лишним. Все аккуратненько убрали. Начисто. И с помощью чистой подушечки, да, чистого штампика, добавим еще один отпечаток цветочка в верхнюю часть ноготочка, и это будет выглядеть вот так. И, опять же, эта краска или лак может высохнуть на воздухе, но эмпасту придется просушить в лампе. Сушим 30 секунд. Штамп приводим сразу в соответствие, да, убираем ненужную эмпасту, и аккуратненько убираем влагу ненужную с поверхности. Так. Убираем в сторону, и, соответственно, обезжиривателем, либо жидкостью для снятия может быть гель-лака, убираем ненужный материал с поверхности пластинки, вытираем насухо. Эмпаста не имеет остаточной липкости, поэтому мы можем смело ставить сверху еще один отпечаток. Можно, например, воспользоваться каким-то гель-лаком, который, например, будет молочный цвет иметь, может быть, молочную базу можно взять, либо молочный гель-лак, для того, чтобы перекрыть наш дальний план, вот который, как бы у нас уже цветочки есть, да, какого-то определенного цвета, чтобы они не сильно бросались в глаза, можно перекрыть каким-нибудь молочным, либо базой, либо каким-то молочным цветом гель-лака. Можно взять, например, молочную базу, вот файбер база 002, да, например, либо вот молочный, да, цвет, допустим, вот гель-лака номер 249. Только лишь для того, чтобы, как бы, немножко приглушить цвет импасты, да, цветочков, которые мы поставили на задний план нашего дизайна. Давайте я возьму 249-й гель-лак, перекроем тонким слоем, оно такое будет, как будто вот под молочным таким вот фоном. Просушиваем 30 секунд. Пока просыхает наш вариант дизайна в лампе, значит, убирать будем липкий слой с помощью, как обычно, обезжиривателя, да, в нашем случае это евроклинсер. Вытираем липкий слой. Так, и будем ставить дальше отпечатки, да, с помощью той же нашей пластины с цветочками, только теперь мы уже будем это делать с помощью краски для стемпинга. И в нашем случае это будет вот такая красненькая. Ну, тут нужно, конечно же, максимально сосредоточить свое внимание, и чтобы все-все-все в этот момент было у вас под руками. В отличие от эмпасты, краска такого плана, конечно же, будет очень быстро высыхать на поверхности, поэтому нужно будет очень внимательно и быстро делать все движения. Я пока рассказываю, а сама тут все пытаюсь подготовить. И пластинку, которой мы вытрем ненужную краску, да, с поверхности, так, и красочка непосредственно в руке, и салфеточка. Вот у меня тут рядышком лежит салфеточка, которую буду вытирать пластиночку. Итак, все, штампик стоит рядом. Определяюсь, что же я буду отпечатывать, да, на поверхность. То есть это могут быть листики, это могут быть цветочки, вот ими цветочек, видите, это могут быть какие-то листики, это могут быть какие-то соцветия. На самом деле это не принципиально важно. Важно просто выстроить такую несложную композицию, чтобы как бы из-под цветочков было все-таки видно то, что мы с вами добавили на задний план. Например, возьму в работу вот такие цветы. Так, здесь еще раз повторю, все спокойно, быстро. Убираем ненужное. Набираем на штамп легким накатом, давить не надо. Вот у нас цветочек с вами есть. И мне, в принципе, тут даже особо убирать лишнего, ничего не придется, потому что, в принципе, все чистенько набралось. Отпечатали, поднимаем. Попробую перевернуть пальчик клиента, потому что у меня вот здесь очень тоже красивая веточка осталась практически целиком. Я ее сейчас тоже вот сюда же отпечатаю. Так, чтобы, видите, вот у нас с вами был и передний план, и задний план. Так, ну, здесь сушить не обязательно, потому что мы отпечатывали краску, которая высыхает на воздухе. А вот, наверное, вот сюда можно вот, наверное, еще добавить, да, что-нибудь вот в это место, может быть, какую-нибудь завитушечку вот в это место. Сейчас посмотрим. Так, можно с помощью скотча очистить штампик непосредственно. Все, я очистила. Так, и добавлю еще парочку каких-нибудь элементов. Вот мне очень нравится вот эта завитушка. Вот даже ее можно не целиком, а частично, только верхушечку. Аккуратненько убираем ненужное. Легким накатом давить на подушку не надо. Видите, вот оно все набралось, и есть лишнее. Вот я с помощью скотча это лишнее сейчас уберу, чтобы у меня работа была чистая. Тоненький скотч прикреплен у меня к рабочему столу. Видите, такая завитушка красивая. Так, и теперь с помощью, опять же, так, я подготовилась, и вот сюда хочу наверх. Видите, вот так продлился рисунок с завитушкой сюда. Так, ну здесь совсем маленькая завитушка у меня осталась. И мне ее, конечно, будет недостаточно. Хотя, в принципе, наверное, вот так вот и остановимся. Так, высыхает все на воздухе. Так, у нас отпечатался дальний план, да, цвет его там вот под молоком, видите? У нас на переднем плане более яркий отпечаток. Ну, и я еще предлагаю в этот очень простой дизайн добавить несколько декораций в виде, например, каких-то шермикончиков. А шермикончики, это могут быть, ну, во-первых, какие-то надписи. Я очень люблю добавлять их в работу, потому что они очень сильно осовременивают любые дизайны. Можно добавить какие-то варианты с веточками. Вот такие, видите? Вот тоже очень много всяких вариантов есть. с помощью веточек, листочков и так далее. И вот буквально с помощью веточки вот сюда добавить акцент. Вот, например, с этой стороны. Я даже не хочу, как бы полностью, видите, вот осталось немножечко лишнего. Я возьму буквально пилочку и со стороны свободного краешка лишнее уберу. С одной стороны. Так. Есть декорация добавленная, да, к основному дизайну. Так. И сверху тоже. Ну, во-первых, нужно сказать, что я сейчас ничем специально не покрывала ноготочку. Наверное, все это поняли и видели. По одной простой причине. Мы же с вами обезжирили поверхность. Поэтому дополнительно, вот, например, часто девчатам советую прикреплять все-таки шармикончики на поверхность, покрытую топом безостаточной липкости. И в нашем случае это, например, как правило, текласс. Вот. Но так как мы все-таки убрали дисперсию с поверхности и приклеиваем уже сверху декорацией, считаю, что, в принципе, перекрывать не надо. Хотя, вы знаете, если бы перекрыли бы, никакой ошибки бы на самом деле не было бы. Просто добавился бы лишний слой. Так. Ну, понятно, что если бы был клиент, я бы взяла бы сейчас тоненькие ножницы и просто аккуратненько бы это все отрезала. У меня тут рядышком лежат такого плана. Главное, не маникюрные, но именно для выполнения дизайна. Вот видите, допустим, добавили немножечко веточек черненьких. Ну, нет предела совершенства, можно, конечно же, добавить еще. Ну, а мы добавим какую-нибудь, например, наклеечку с надписью. И причем это можно вот таким вот образом приложить, посмотреть, какая больше подойдет. Хотя, конечно, давно уже определилась, что я прикреплю, но вот все равно, знаете, попадает что-то в руки такое. И хочется, наверное, и то, и то, и то попробовать. Но на самом деле сейчас все равно, мы просто пытаемся последовательно с вами отработать и запомнить. Вот, поэтому, конечно же, здесь не очень принципиально важно. Так, у меня даже где-то есть пинцет. Аккуратненько вот таким вот образом взяли наклеечку и добавили непосредственно на ноготочек. Так, вот. С помощью техники стемпинг, да, мы с вами добавили немножко декораций к рисунку. Получилось вот такое лето-лето. Ну, и в конце, конечно же, вы перекрываете топом безостаточной липкости. Это может быть и ультрашай, например, как я сейчас покрою. Это может быть теклос, это может быть матовый топ. То есть, не принципиально важно. Хотела найти у себя на рабочем столе, да, вот матовый, например, либо глянцевый, либо матовый топ. Перекрываете. И все, дизайн готов. Перекрываем. Просушиваем топ. Лучше всего, конечно, минутку, а лучше две даже, вернее, чем минутку. Но в результате все равно покрываем, просушиваем. Так, просушили. И дизайн готов. Мы сейчас его вот сюда ко всем остальным вместе прикрепим. Получается у нас целая цветочная композиция. Так, давайте вот так и вот так. Вот. Очень быстрые дизайны, в которых совершенно не нужно рисовать. Самое главное, отработать технику отпечатывания м-пасты и технику отпечатывания краски для стемпинга. Удачи вам, девчат!